Добрый день, дорогие друзья! У нас прямой эфир Финам ФМ 6.5.10.9.9.6. У нас сегодня гость, опционщик Андрей Кузнецов. Андрей, здрасте. Добрый вечер. И Валентина Дрофа у нас в гостях. Это создатель и учредитель компании iLearny. Правильно, Валя? А мне тоже можно договориться? Нет, один раз сказал и больше всего. Здравствуйте, да, все правильно. У нас просто очень часто приходят гости всевозможные. Кто-то фьючерсами торгует, кто-то еще чем-то. А и так как, в принципе, выход на Chicago Mercantile Exchange, на Семьи, где ты, в принципе, торгуешь там опционами, считается дорогостоящим немножко. Поэтому гостей не так много. Но на самом деле тема очень интересная. То есть давай образно ты расскажешь. Ты занимаешься тем, ты занимаешься опционами на товарные сырьевые фьючерсы американские. Совершенно верно. Давай тогда просто о себе расскажи, как ты начал, почему ты пришел к опционам. Потому что обычно там к опционам либо приходят с самого начала, либо через тернии, знаешь, люди проходят какой-то огромный какой-то кусок. И так или иначе все равно к ним приходят. Я не дошел. Я не дошел. Ну, конечно, терни. Конечно, терни. Я начал торговать в 95-м году на российском рынке. Наверное, даже в 94-м, когда ГКО мы торговали. Когда были сумасшедшие проценты. Валюты торговали, все рублем российским к доллару. ГКО торговали. И никто не знал никаких проблем до 98-го года. Потом, внимание, у всех переключилось на американский рынок, потому что там надувался пузырь технологических компаний. После кризиса все увидели, что, оказывается, и в Америке можно делать деньги. Потом Путин наладил все дело в России и опять. Начало 2000-х. В России акции, да. Это второй, третий эшелон. Скупки, поглощения, все эти подзаказы и так далее. Ну, и тут же начале 2000-х я так все пристаннее стал смотреть на товарно-сырьевые рынки, на американские рынки. Я там тоже немножко акциями торговал. То есть ты изначально занимался опционами? Нет, я всегда занимался акциями и фьючерсами. Но подготовка у меня позволяла, и я начал смотреть на опционы. Подготовка откуда? Конструкции. Ну, у меня профильное образование. Какое? Экономическое, конечно же. Почему, конечно же? Ну, потому что это дело моей жизни, я люблю это. Винюша, у меня нет экономического образования. Я не могу даже как-то сказать, конечно же, у меня экономическое образование. Ну, я полагаю, что мне это очень сильно помогло в жизни. То есть ты считаешь, в принципе, что базовое образование очень важно? Очень важно, да. В твоей ситуации так было? Ну, да, в моей ситуации так было, потому что товарные рынки, конечно же, я пришел к товарным рынкам. Поэтому очень важно понимать макроэкономику и макроэкономическую составляющую. Вот. И без этого невозможно понять ни спрос, ни предложение. А хорошая базовая экономическая подготовка позволяет это делать. Вот. И это мне очень сильно поэтому помогло. Я пришел к опционам. И как-то очень странным путем я подумал, я искал какую-то безрисковую, как и все трейдеры, да, способ зарабатывания. Я подумал, вот надо покрытый, покрытый продавать. В акциях это легко делается. Да, базовый актив. Да, в товарах это все намного сложнее во фьючерсах, потому что фьючерс, он подвижен очень, двигается широко, покрытый, покрытый. А потом я думаю, а если вот все дальше, дальше, дальше отступать и дальше, то, наверное, туда цена никогда не придет. Вот. И таким образом пришли мы к далеким страйкам. В принципе, эта стратегия, эта старая, она, я не помню, кто стоит за этой стратегией, кто первый ее придумал. Американец, фамилию, к сожалению, не помню, но люди, кто действительно торгуют по дальним страйкам, они как раз знаю, там действительно была эта стратегия. Макс Аншбахер. Да, наверное. Знаменитый, вот он на S&P делает, у него хедж фонд свой, да, это он как бы был первый такой основоположник и выскочка. Потом уже копировать начали, конечно же, много. Но он первый. Ну да, ну вообще продажа опционов, это самая рутинная, как бы, стратегия, она присутствует в работе каждого профессионального деска, и в этом нет ничего хитрого. Вот. Другой вопрос, что она требует, у него повышенные требования к капиталу, вот, повышенные требования к подготовке специалистов, потому что продать мало, надо знать, как управлять потом еще этой позицией. Ролирование, перекладки. Да, ролирование, перекладки, защиты и так далее, потому что все неизменно ждут каких-то лебедей, которые налетят на них, склюют у них все в холодильнике, вот, всю пищу. И, но, если ты умеешь с этим обращаться, то никакая живность к тебе не залетит. В каких годах ты, в какие годы ты пошел именно как раз на СМИ? В 2003-м. Ну, это круто здесь, 90% людей не знали, что такое биржа, а ты уже начал покорять просторы необъятные. Да. И даже на вашем поприще, на поприще акций, у меня был небольшой маленький успех, тогда, вот, брифинг лент, это вот, это новостей, да, значит, я пытался торговать тоже внутри дня акциями, и была новость с утра о том, что, я не помню, то ли Ameritrade, то ли еще какая-то компания с кем-то брокерская сливалась, и, ну, по законам экономическим, цена акций должна сравняться двух компаний, да. Я на весь рычаг, знаешь, закупился, акция была вторая в два раза ниже, и весь день ни к что не двигалось. И вот в последний час торгов они сравнялись, и вот я заработал, сразу закрыл, конечно же, все это, и больше я в американские акции не лез. Почему? Ну, потому что... Тем более, начал ты это с успехов. Я сейчас поясню, потому что, когда я сидел целые сутки, искал, ну, читал брифинг этот, ничего не нашел первый день, это на второй день было, утром, и прочитываю эту ленту, я понял, что у меня голова взорвется просто, если... Ну, как раз то, о чем мы с тобой сидели, говорили, то, что я сказал, что для меня, например, то, о чем ты занимаешься, просто скучновато, да, сделал позицию, продал, и сидишь, смотришь. Да, там, ирнингсы все эти, там, все изменения, новости квартальные, все, это сумасшедший дом, конечно. А у меня попроще, у меня спрос-предложение, значит, ну, попроще это, для меня попроще, наверное. Ну, тогда давай поговорим конкретно о примере, значит, просто для наших радиослушателей, дорогие друзья, еще раз, у нас Андрей Кузнецов, опционный трейдер, прямой эфир у нас, 6, 5, 10, 9, 9, 6, звоните, пишите, задавайте вопросы. А чем занимается Андрей, это я сейчас скажу, ты, если я неправильно скажу, ты меня подкорректируешь, ты продаешь опционы, в основном дальние страйки на товарно-сырьевые фьючерсы. Вот в прошлом году была такая ситуация, не знаю, знаешь ты или нет, ну, не все любят на самом деле натуральный газ, не все, так же, как и нефть, ввиду своей волатильности, ввиду того, что очень много политических факторов. Но прошлый год, например, он был ознаменован тем, что вопреки вообще на самом деле всем ожиданиям, вопреки всем ожиданиям, натуральный газ уполовинился. Да, он потом все отработал и пришел обратно, вот сейчас на те же уровни, например, в которых он был, но он потерял 50%. Огромное количество ставок, огромное количество ставок были как раз на то, что он должен расти. И сезонность была за него, и открытый интерес, и спрос и предложения, все было. Если ты просто знаешь ситуацию и можешь ее прокомментировать, скажи, почему произошло? Ну, я, конечно, могу прокомментировать, но на Альоне есть все мои обзоры, и там можно поднять историю, увидеть, что я говорил весь год продавать. Мы не... здесь не встает вопрос как раз о твоей профпригодности. Я не об этом говорю, я говорю о том, что ситуацию я знал, хотя я нефтью не торгую на самом деле, и газом не торгую последние два года, потому что актив неинтересен мне был. Почему? Почему? Потому что он зажат грузом огромных запасов, он зажат грузом того, что более четырех лет не было ураганов, сезон ураганов приходил, но ураганов не было. То есть они никакое разрушение не приносили, консервации скважин не было, никого не эвакуировали, то есть Катрины не было за четыре года последние. Вот, в Катрину я торговал тоже. Но с другой стороны, в принципе, натуральный газ-то, как инструмент, он абсолютно нормальный, адекватный. А самый главный вопрос, понимаете, в чем? В том, что мировая экономика находится под гнетом кризиса. Ты прям такой отрицательный? Да, она лежит, и особенно в Америке, там нет потребления, мировое потребление, оно падает постоянно. Вчера Китай опять плохо отчитался. Естественно, мало того, что огромный запас, его еще не потребляют, плюс еще тут вот эта лихорадка с этим сланцевым газом, которого не так много самого газа, сколько шума вокруг него. Шума очень много. Вот, да. Добывать его трудно и дорого, а шума много. От пяти до семи лет только предприятие построить по добыче сланцевого газа. Да, да. То есть, и экологии-то вред наносится, но смысл в том, что простого газа очень много. И, вы правильно сказали, цена упала ниже себестоимости предприятия уже. Дело в том, что особенность добычи такова, что скважины многие нельзя закрыть или остановить добычу. Вот, если ряд скважин по скрытых по определенной технологии позволяют это делать, приостановить или уменьшить, то другие не позволяют. То есть, открыл, все, она идет, идет, идет в самом итоге. Дорогие друзья, у нас в гостях Андрей Кузнецов. В следующей 12-й минутке попробуем обсудить большое количество инструментов, включая кофе, сахар, апельсиновый сок. Звоните, у нас прямой эфир 6510996. Еще раз в гостях у нас Андрей Кузнецов. А опционный трейдер после новостей мы продолжим. Дорогие друзья, еще раз добро пожаловать. Охотная Герчика 6510996. Прямой эфир. Андрей Кузнецов. Здравствуй. Добрый день. Валя Дрофа. Здравствуйте. Привет. Давай у нас как раз пошел вопрос. Девушка со скромным именем Ирина задает вопрос в твой огород. Добрый день. Торговля опционами. Метод больше для хеджирования или спекуляций? Как долго в основном вы держите свои позиции? Дорогие друзья, вот не стесняйтесь, как Ирина, задавайте вопросы. Андрей с удовольствием ответит. И может быть все-таки кто-то захочет либо поучиться у Андрея, либо может отдать деньги в доверительное управление. Но тем не менее, во всяком случае, послушаем, что нам будет рассказывать Андрей. Вопрос номер один. Хеджирование спекуляций. И вопрос второй. Длина удержания позиций. Опцион это инструмент. Его можно использовать для разных целей своих. Можно и хеджироваться, можно и спекулировать им. Так же, как и фьючерсам, и акциям. Это все зависит от твоих нужд трейдерских. Или как управляющего. Ответ на первый вопрос. А второй вопрос. Долго ли мы удерживаем позиции? Среднее время удержания позиции от двух с половиной недель до трех месяцев. Ну трех месяцев это стандарт, да? Ну три месяца это если уже тебя позиция вымучила и уже ничего, да, надо. Ну что, допустим, по-простому. Что тебя заставляет ролироваться? То есть, есть просто, я смотрел, как люди ролируют позицию. Знаешь, кто-то только видит, что, например, выходит за границы каналом. Ну по техническому анализу, к примеру, нефть там пробила сто. И человек сразу начинает ролироваться в более дальние страйки, перекладываться. И не смотрит, например, ближние. Есть те, которые, например, ждут до последнего конца. Естественно, опцион имеет и хорошую черту характера, и плохую. Ну хорошая черта характера, по сути дела, то, что есть запас времени. И плохая это тоже черта, когда ремитированный запас времени. Вот ты конкретно ты. Ну я скажу так, что раньше я ролирование очень широко использовал. Ты более как бы еврей или более русский в этом? Объясню почему. Евреи более осторожные, более трусливые. А русские более смелые и более дерзкие. Я русский еврей, наверное, тогда. Потому что, значит, смысл в следующем. Раньше я широко применял ролирование, но потом я от него практически отказался. Потому что я подумал, если я не понимаю рынок, если он идет на меня, то какого рожна мне оставаться на нем, если я могу закрыть позицию и пойти получить свои деньги на другом рынке. Тот рынок, который я понимаю и понимаю, что он загулял просто, и на какое-то время мне надо отступить, а потом опять наступить, я ролируюсь. Конечно, немножко отступаю, потом еще добавляю. Если я понимаю ценовые уровни, если я понимаю весь фундаментал. Но если я рынка не понимаю, он идет и идет и идет на меня, и причины я не вижу, то, конечно, надо закрывать позицию, а не искать пути для ролирования или еще какие-либо там. То есть, если ты, например, поставил, продаешь колы, там, к примеру, 120 по нефти, и ты видишь просто, что какой-то сценарий не отрабатывает, то ты просто закрываешь просто позицию, да, откупаешь опцион, там, берешь, образно, там, свой убыток, энны со своим риск-менеджментом, мани-менеджментом. На определенном уровне установленном, да, совершенно верно. Ну, если не учесть, нефтью я не торгую, но если бы я и торговал, А почему нефтью не торгуешь и натуральный газ? Ну, газом я торговал достаточно много, но сейчас он просто неинтересен, там все упало, да, там волатильности упали, ну, волатильности по всему, спектр рынков упали последние два года, это общая тенденция. Но нефтью я не торгую, потому что там очень много политики, там совсем не осталось спроса и предложения, там совсем она... Практически все спекули по-простому. Да, 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 то есть очень много политики. Что-то на Ближнем Востоке, как хоть одна новость, и все, и сразу это отражается. Хотя, с другой стороны, ты видишь, что получилось в последнее время, что, как ни странно, новости перестали отражаться на нефти? Совершенно верно, и сейчас она находится под гнетом запасов больших, отсутствие потребления, Китай на 30% импорт снизил, казалось бы, все, она должна... Даже вот по Ирану, по Ирану недавно новость прошла, да, то, что уменьшают поставку нефти, добычу нефти, вообще, то есть нефть абсолютно никак не отреагировала, абсолютно никак. Она должна лететь вниз по всему фундаменталу, вот, потому что отсутствует потребление, Россия ищет новых, новые рынки сбыта, сбыт падает, а нефть стоит на месте. Это очень странно, и не знаю, почему происходит, поэтому торговать таким активом, который, не понимаешь, очень тяжело. Трудно принять решение торговое. А у тебя есть любимые инструменты? Нет, я не женюсь. Сейчас как раз я тоже не женюсь в трейдинге. У нас прямой эфир, и есть у нас вопрос. Николай, добрый день, вы в прямом эфире. Здравствуйте, я хотел бы задать вопрос, вот, я новичок на всех финансовых... Конечно, Коля, задавайте. Да, я хотел бы узнать, какую доходность, вот, максимально вы показывали, у вас лучшие результаты, и на что, понятно, что это непредсказуемо, но на какие, вот, доходность примерно можно рассчитывать. Вопрос отличный, оставайтесь на линии, даже если вдруг у вас какой-то промежуточный вопрос будет, вы сможете задать. Так как, в принципе, Андрюш, ты довольно давно торгуешь, я думаю, что ты какую-то среднюю можешь вывести, поэтому, я думаю, четко ответ будет на этот вопрос. Ну, в прошлом году клиентам на руки было 90, вот, ну, а так, в среднем, это 60. И сколько времени у вас занимает, примерно, занятие? В каком смысле? В день? Ну, приблизительно, сколько времени вы тратите? В день, сколько вы тратите, да, на занятия? Ну, я много трачу, я много. Это мой бизнес, да, это мой бизнес, конечно, я много трачу. Тогда вопрос другой. Просадки? Это, я раньше не знал, как ответить на этот вопрос, потому что особенность инструмента велит ответить мне, что отсутствуют просадки, особенность стратегии. Но сейчас я понял, о чем идет речь, это о бумажной переоценке отрицательной идет речь. В моменте, естественно. Да, 15%. То есть, в принципе, ну, это очень хорошо получается где-то, это 4 к 1 по-простому. Коль, еще вопросы? А, и чтобы вы рекомендовали с чего начать, вот, допустим, если приходится? Ну, конкретно вы имеете в виду занятие опционами? Опционом, да. С опционом, что... Вопрос хороший, я как раз хотел его задать. С чего начинать новичку по опционам? И я бы советовал вам не с опционов начать, а с экономической грамотности. Потому что инструмент, я еще раз говорю, это инструмент, можно выбрать любой. Я, понимая, куда идет рынок, также могу купить фьючерс. Просто опцион дает мне ряд преимуществ, свобод, которые мне нужны. Вот. Но если я на 100% уверен в направлении движения, я могу добавить и фьючерсные позиции, чтобы больше заработать и больше денег домой принести. Хорошо, спасибо большое. Вам спасибо, всего доброго. А, то есть, ты не женишься. Почему я, в принципе, задал этот вопрос? То есть, есть, по-простому наверняка, и ты ведешь тоже такую статистику, это инструменты, на которых ты больше всего зарабатываешь. Там, через определенный промежуток времени. Там, ты взял 5 лет и смотришь, например, там, 40 сделок по натуральному газу, там, 33 положительные, или там, 40 сделок по золоту, и там, 29 отрицательных. У тебя же есть наверняка... Да, да, ну, кофе, кофе, какао. Ты именно любишь кофе, какао? Сезонность? Ну, там... Погода? Да, посчастливые. Ураганы? Да. Очень понятный фундаментал, есть возможность получать информацию актуальную, общаться с людьми, которые торгуют этим активом, поэтому... Тогда такой вопрос. Ну, я так понял, что ты и к тебе обращается, к нам тоже несколько раз обращались, я там не очень хорошо разбираюсь в этом, поэтому отправлял просто к профессионалам. А ты, вы, наверное, помогаете, допустим, там, тем же производителям, пшеница и все остальные, именно местные, да? Можно хеджироваться. Помогаем, но в России ситуация с спросом на эту услугу очень плохая, потому что производитель загнан в угол, и он отдает свою продукцию, так скажем, по любой цене. Вот. Фактически... То есть рыночная цена не так сильно влияет, как, например, в других странах? Да. Фактически у него скупают, допустим, за копейку, а имеют возможность на этом заработать рубли. Вот. Поэтому вопрос с хеджированием здесь никого ни в нефтянке, ни в аграрном секторе давно не интересует. И не будет, наверное, еще долго интересовать. Я не знаю, что должно произойти. Я давно этим занимаюсь, и осталось только запуска на бирже РТС, контракт на дизельное топливо. Мы его запустили, он торговался, мы были маркетмейкерами активно, все. Но потом все это заглохло по причине всего лишь одного базиса. Вот. И это очень больно мне об этом говорить. Это проблема для такой большой страны сырьевой. Согласен. Что у нас нет... И аграрной. Аграрной. Нормальных бирж и нормальных мест, где бы мы могли торговать своим сырьем, хеджироваться и так далее. Сейчас вроде вот петербургская биржа, последние новости, это, по-моему, буквально свежая, апрельская была, то, что они собираются выпустить новые фьючерсы, полная зеркалка, привязка к американскому. Они выпустили, выпустили, да. Ликвидность там... Да, но я не очень понимаю логику делать зеркальный контракт, когда я могу прямым торговать. Что меня должно побудить к этому? Ну, я думаю, что, скорее всего, в первую очередь это ГО. Хотя, в принципе, ГО в Америке... Ну, там же есть мини-фьючерсы. Да, ГО в Америке не такой высокий, особенно внутри дня. Есть фирмы, которые, например, по тому же S&P дают ГО 500 долларов, то есть 15 тысяч рублей. У нас с РТС торгуется там 8 тысяч. Да, то есть возможностей очень много сейчас. И если ты хочешь, есть и английское регулирование, ты можешь там торговать CFD. Все зависит от того страны, которую ты предпочтешь. Понятно, что это связано с дополнительными рисками страновыми, но это твой выбор. В конце концов, ты его должен сделать, когда начнешь торговать. Но возможности есть. Речь о том, что они есть, а здесь их нет. И это очень грустно, потому что люди хотят в России торговать. Это нормальная ситуация. Почему я должен торговать в Лондоне или в Нью-Йорке? В России, да. А не в России. По этому пути пошли и Китай, и Индия. Посмотрите, какие мощные биржи созданы, какие обороты. При том, за мега короткие промежутки времени. Совершенно верно. Мега. Мега. В Индии какие шикарные биржи, электронные, все автоматизировано. В Китае. Они все обороты уже товарные там сосредоточили. И мы тут сзади на ладе колени. Да. Где-то там далеко, при том на какой-то очень старой. И, хотя, причем, вот говорят, да, в России у нас программисты самые лучшие, все. Ну, это говорят. Да, индусы сели и написали биржевую программу. Дорогие друзья, видите, у нас очень интересный, складывается очень интересный разговор с Андреем Кузнецовым. Спасибо тебе огромное, что ты приехал. У нас прямой эфир 6, 5, 10, 9, 9 и 6. Звоните, задавайте вопросы. И дальше мы поговорим о том, на самом деле, как можно получить такую высокую доходность. А после короткого промежутка на новости мы будем опять с вами. Дорогие друзья, прямой эфир. Охота продолжается. Непонятно, кто на кого уходится. Я на Кузнецов, вы или Кузнецов на меня. Или вы на нас. 6, 5, 10, 9, 9 и 6. Звоните, задавайте вопросы. Видите, у нас приятные, красивые голоса, которые, как сказал Андрей, не совпадают с внешностью. Но что делать, не всем, в принципе, быть красивыми и богатыми. Иногда можно просто холоший голос иметь. О, видите, Ирина, это, видно, ваша поклонница. Ирина дозвонилась. В прямом эфире. И, Ирочка, добрый день. Здравствуйте. Я хотела бы уточнить, как обучаться можно начать в работе с опционами. Вот, давайте послушаем. Поподробнее. Ну, девушка, это вы задавали этот вопрос до этого, да, Ирина? Нет, не я. А, видите, у нас сегодня день Ирин. Ну, давай по-простому. Вы тогда оставайтесь на линии. Ты обучаешь или нет? Ну, я обучаю. Давай без «но». Обучаешь или нет? Ну, пока еще да. Пока, вот, Ирина, молодой человек обучает. Ну, давайте сделаем так. Вы наберите Андрея Кузнецова к Андрее. Оставь свои координаты девушке. Хорошо. Ну, оставь. Как-то, что хорошо? Я не знаю, кто это. Оставь координаты девушке. Там email какой-то, еще что-то. А, ну... Не тормози. Ну, вот девушка в прямом эфире звонит. Оставь какие-то координаты, где тебя найти. Вот она... А меня очень просто найти. Вот на портале iLearn, и там есть у меня мой этот, как его... Адрес. Профайл. Профайл. Ирина, заходите на веб-страницу iLearn, и там есть профайл Андрея Кузнецова. Если нет, в крайнем случае вы мне напишите на Finam.fm или на Finam, и я вам дам координаты молодого человека. Спасибо. Больше вопросов нету? Нет. У вас там дети плачут, а вы опционами заниматься. Спасибо огромное. Удачи, всего доброго. Видишь, у нас активная публика. Значит, кофе. То есть, по сути дела, ты берешь во внимание, когда торгуешь инструмент, помимо того, что берешь просто взять дальний страйк, этого, естественно, недостаточно. И посмотреть шансы, которые могут дойти или не дойти до дальнего страйка, тоже недостаточно. Ты смотришь сезонность. Давай лучше ты расскажи, что ты смотришь. Получается, что я у тебя в гостях. Да. Самое главное, на что мы обращаем внимание, это, конечно, на спрос и предложение. Почему? Потому что это, во-первых, если мы торгуем на западном рынке, эта информация открытая. Она очень точная, она достоверная. Она попадает на все терминалы в один и тот же момент. Одно маленькое «но». Никто же не знает, а вдруг будет буря, ураган, ветер или еще что-то. Я сейчас все это поясню. Кроме того, информация о спрос и предложении, есть информация о погоде. Мы платим очень большие деньги за погодные исследования. Специализированные компании этим занимаются. У них свои спутники на генстанционной орбите, у них свои датчики по всей поверхности. Я даже не знал об этом. Да. В Америке это очень большой бизнес. Это очень много компаний хороших этим занимается. Потому что от этого зависят и транспортники, энергетики, фермеры и даже те, кто продает мороженое и убирает улицы. Все зависят от погоды. Все им платят большие деньги. Потому что все хотят быть в прибыли, все хотят знать погоду. Мы тоже это делаем. И имеем возможность чуть-чуть вперед заглянуть. Это просто информация о погоде. Да, информация о погоде. И надо просто уметь, и этому надо учиться, трактовать ее. Потому что получить фотографии спутниковые это недостаточно. Или таблицы с осадками. Надо понимать, много ли это и мало осадков. Соответствуют ли это сезону. Хватит ли этих осадков деревьям. И смогут ли они отсвести в наступающем сезоне, если осадков выпало именно столько. Вот. И понимая все это, ты можешь уже представить, как это отразится на урожае. Вот. И соответственно на цене. Тогда вопрос другой. Например, я много ребят видел, которые занимаются продажей дальних страйков. Там ничего такого в этой стратегии супер. Хитрого нет. Да, ты зашел как бы гораздо глубже. Зашли более профессионально. Но я тебе скажу честно, что в принципе это крутая доходность. Потому что кто в основном все пытаются более дальние страйки, знаешь, чтобы перестраховаться. Но как получилась такая высокая доходность? Например, за тот же прошлый год. И на чем, на каких инструментах в прошлом году была как раз достигнута такая высокая доходность? Ну, в прошлом году начало года было хорошее. А я вам скажу. Дело в том, что до этого, в 11-м, 10-м году были очень тяжелые времена для всего сектора софт. Да. И взлетели на заоблачные высоты хлопок. Вы все об этом знают. Который, да. Который потом более уполовинился. Все фонды побежали в хлопок. Взлетело кофе. Взлетело все. Все совцы взлетели. Сахар взлетел. Какао ввело себя относительно нормально. Так вот. Когда все это взлетело, вы прекрасно понимаете, что при высоких ценах фермеры получают большие деньги. Они начинают инвестировать сразу в новые площади посевные, в новую технику, в удобрения. И все это дает отдачу. Кроме того, еще помогла погода. Если, значит, это можно с сахаром провернуть такую штуку, то с кофе-то деревья-то за год не вырастут. Помогла очень погода. И последующие годы, начиная с 2012-го, урожай начал пребывать. Это стало очень сильно давить на цену. И мы весь год продавали. Падение идет отвесное. Начиная с начала года и до сегодняшнего дня. И в кофе, и в сахаре, и в хлопке. Продавали колы. Продавали колы, естественно. Продавали колы вслед уходящему движению. Ну, то есть, по сути дела, помимо всего остального, вы еще используете это образно-американское понятие. What goes up must come down. То есть, если действительно хлопок не сможет удержаться, это нестратегически важный инструмент, например, как нефть или как золото. Это немножко другое. То есть, здесь, в принципе, это имеет под собой почву очень хорошую. Ну, естественно, да. В этом году тяжелее. В этом году сложнее, потому что все рынки внизу. Внизу. Вот. И урожай дает еще сильнее. Наступают хорошие годы в сезоне, так называемые. То есть, кофе будет еще больше. Значит, сахар будет еще больше. Сахар, я давал рекомендацию очень давно еще продавать. Его там ниже 23. Сейчас там цена 16,5. И, по-моему, там еще конца и края не видно. Да. Ну, я думаю, что сейчас здесь сформировалась определенная поддержка. Потому что Россия будет в этом году покупать. И пытаются бразильцы все больше этанол производить из тростника, а не сахар. Это поддерживает определенным образом цену. Да. Вот. От весного падения. Но что будет дальше, не знаем. Потому что и в Таиланде все хорошо. И в Индии. Но посмотрим. Я думаю, еще... В смысле, все хорошо, это плохо. Да. Все хорошо с урожаем. Да. То есть, это плохо для цены. Для цены. И я думаю, что, может, и 15,50 мы еще увидим. Так как он идет сахар, и это МИ-14 можно увидеть тоже. Спекулятивно, да. Да. Фундаментально нет. Это будет отскок с такого уровня, конечно. То есть, получается, что даже по каждому инструменту вы приблизительно знаете себестоимость. Ну, обязательно надо, конечно. То есть, вы понимаете одну вещь, что помимо себестоимости, естественно, в какой-то промежуток времени производители могут работать в убыток. В какой-то промежуток времени. После этого что-то, какие-то меры будут приниматься. Ну, естественно. Так было, например, с сахаром. Бразильское правительство постоянно дотации вводит. И кроме дотаций прямые правительственные программы, которые финансируют. В Америке это страховщики. Они страхуют от гибели урожая и датируют, например, в хлопковом секторе. Даже фермеры пользуются этим. То есть, они делают так, чтобы урожай гиб. Это есть даже такое в Америке. То есть, выгоднее иногда, чтобы часть урожая погибла, чтобы удержать цену. Чем выбросить на рынок огромное количество. Даже не в этом дело. А в том, что они за это получат большие деньги. Как компенсацию. То же самое в кофейной отрасли в Бразилии. Они тоже дотации вводят для того, чтобы фермер мог выждать какое-то время и продать по более высокой цене. Таким образом, ему правительство дает возможность выбрать лучший момент продажи. То есть, да, это широко распространено. А вот, например, по сахару сколько себестоимость производства? Метрической величины. Я вот не могу сказать метрической. Нет, я имею в виду, в каждом инструменте есть там своя весовая гамма. И именно, как в сахаре, например, килограмм, тонн, 10 тысяч тонн, 100 тысяч тонн. Ну, вот, сахар-то у нас бушелями-то. А, сахар, господи, фунтами. Да, извините. Бушель-пшеница. Да, бушель-пшеница. Я думаю, что сейчас, сейчас... Фунт американский, да? Да, да. Паунд, 454 грамма. Да, да, совершенно верно. Я думаю, что сейчас это где-то, ну, 7-10 центов на паунд. Центов. Ну, именно центов это... Ну, американских центов. Понятно. Да. То есть, как далеко мы от... Ну, мы очень недалеко. Мы очень недалеко. Ну, понимаете, тут же вопрос не только в самой себестоимости, а вообще в состоянии отрасли, да. Хватит ли этих денег, может быть, цена-то и выше себестоимости, но хватит ли этих денег фермеру для того, чтобы поддержать свое хозяйство? Штаны. Штаны. Да, штаны, да. Чтобы закупить удобрения, чтобы технику отремонтировать. Ведь Бразилия — это развивающаяся страна, это надо понимать. И по рынку было видно. Да, хоть и очень развитая, да. И у них очень плохо с логистикой. Они сейчас произвели, но у них опять затор к портам. Как доставить, да. Да, как доставить. И пока они ее везут, если начинается дождь, он приходит в негодность, если он начинает мокнуть. Вот. Ну, сахар. Понятно, да? Да, естественно. Вот. То есть проблем очень много, и за этим надо всем следить, и на это все можно реагировать. Опцион нам дает свободу, он дает нам время. Если фьючер сразу отражается на твоем счете, то... Вверх-вниз. Да, вверх-вниз. То опцион дает время, и ты можешь успеть принять решение, покинуть эту позицию, оставаться в ней, как вы говорили, ролировать, и много других вещей, каких тебе нравятся. Вот. И это определенные преимущества. Кроме того, в опцион ты можешь зарабатывать не только на изменении цены базового актива, да. Там еще зашиты такие понятия, как волатильность. Ты получаешь деньги за это, ты получаешь деньги за время, за самые главные опционы, да. То есть течет время, и ты зарабатываешь на этом. Даже если с ценой ничего не происходит. А как у вас этот год идет? Этот год ровный, я бы так сказал. Ну, приблизительно на какую? Сейчас 50 годовых. Пока вышли? Да, 50. Вот так. Стараемся сейчас ровненько так, потихонечку. То есть вы выходите, даже учитывая то, что, в принципе, этот год никаких катаклизмов на рынке не было, и все до такой степени ровно, однако, то есть ничего нет, да? Естественно, когда волатильность на рынке сумасшедшая, когда тот же там апельсиновый сокель и пшеница и кукуруза стреляют, и там действительно можно очень удачно продать, даже для такого года, в принципе, вы нормально идете. Да, да. Какие, в принципе, что в этом году интересного для вас было? Ну, по-прежнему кофе. Я поясню, почему. Это такой хитрый актив, что в нем колы всегда очень-очень дорогие. Почему? Потому что это, ну, как бы присказка такая, да? Все ждут плохой погоды. Всегда ждут. Несмотря на то, что огромные запасы, много урожая, да? Но все ждут плохой погоды, и мы продаем колы. Нам это на руку. Потому что мы сейчас уже продаем такие колы, которые отстоят от текущих уровней на 100% и более. Да, что за них что-то даже платят? Да, за них хорошие деньги платят. И вы понимаете о том, что цена не может пройти 100% ни за ночь, ни за месяц. И мы этим пользуемся. Ну, как раз мы в следующей 12 минутке как раз и поговорим, кто все-таки умудряется покупать эти колы, которые вы продаете с прибылью в 100%. Дорогие друзья, Андрей Кузнецов, очень интересный гость. 3 12 минутки прошли очень быстро. У нас прямой эфир 6, 5, 10, 9, 9, и 6. Два литра фа его поддерживает, как может. Звоните, задавайте вопросы. После перерыва на новости мы продолжим, как я считаю, нашу очень интересную беседу. Ну, добро пожаловать к нам опять на охоту. Это Кузнецов здесь забежал поохотиться. Видите, получилось наоборот, мы немножко на него поохотимся. 6, 5, 10, 9, 9, и 6. И у нас прямой эфир. Андрей, еще раз приветствую. Валя, еще раз здравствуй. Вот наши, когда обычно будут слушать передачу или смотреть, у всех будет один и тот же идиотский вопрос. Какой идиот? Как обычно, да. Какой? Это нормальный вопрос, согласен? Какой идиот? Нет, такого вопроса нет. Но это нормальное явление. Не все еще не успели проснуться, отдышаться. Какой идиот? Берет и продает, и, например, пытается купить страйки, которые там 100% away от нас. От текущих уровней. Да. Ну, хорошо, ты продал, тебе хорошо. Естественно, если ты продаешь колы, кто-то обязательно их покупает. Это обыкновенный закон рынка. Правильно? Если кто-то продал, кто-то купил, чуда нет. Кто эти люди? Они же наверняка тоже не идиоты. Всего две категории. Идиоты и большие идиоты. Да. Первая категория — это хеджеры, которые решают свои долгосрочные задачи. Им важны любые уровни. И раз они что-то делают в этих уровнях, значит, они определенным образом оценивают направление развития цены. А вторая категория — это маркетмейкеры, которые просто делают мне то, что я хочу. Рынок. Да. Они дают мне ту цену, которую мне хочется. А сами в ту же секунду перебрасывают эту позицию, захеджируют ее и продолжают делать рынок другим, таким же, как я. То есть даже на сегодняшний день, как ты сказал, вы там продаете кофе образно против 100% цены. Да. И обычно самое минимальное, самое минимальное зазор, в который ты идешь, когда продаешь колы от текущей цены. То есть это есть, по сути дела... 35%. Это, по сути дела, и есть твой риск менеджмент. Да. От 35%. Используешь ли ты какой-то либо в какой-то степени теханализ? Нет, теханализ никогда. Вообще, то есть ты не смотришь ни уровней, ни где была, у тебя есть цена? Нет, ну на графике я смотрю, естественно, конечно... Вот, тогда другой вопрос. Если ты смотришь на график, что ты ищешь на графике? Я просто смотрю историю развития цены. Как актив вел себя с последних несколько лет, год, месяц. Если, например, ты видишь, что цена подходит к какому-то важному уровню, например, как недавно по апельсиновому соку было, да? 140-145. Никогда там не торговался. Ну, и вдруг бух в этом районе. Естественно, по сути дела, статистически. Статистически. Шансы, то, что он пойдет вверх, 20%, и шансы, то, что он пойдет вниз, 80%. Как ты будешь использовать эту ситуацию? Ну, если фундаментал мне скажет, что это разумно продать... Что по апельсиновому соку фундаментал? Только погода? Ну, по апельсиновому соку там очень много фундаментала. Например? Там большие проблемы сейчас со спросом-предложением. А кроме того, сейчас опадают плоды, и очень плохо все с деревьями. Они болеют очень серьезно. Почему? Там очень много причин. Очень много. Все наложилось. Это и заболевания, и климатические перемены. И, ну, в общем, и вот сейчас ураган еще там неожиданно. То есть проблем много. Дело в том, что сок, это последние годы стал очень-очень узким рынком, и я бы туда не звал частных инвесторов. Ну, во-первых, вон там и ликвида большого-то нету. Да. Как ни странно. Почему ты думаешь тогда, что нету ликвида в апельсиновом соке? И почему бы ты не звал частных инвесторов? Потому что популярность напитка за последние годы упала, если раньше, вот вы жили в Америке, у каждого стояло галлонные канистры в холодильнике сок. И не одна. И не одна, да. Все детдома, милиция, полиция, значит, тюрьмы снабжались соком. Сейчас очень много субститутов, да, заменителей различных безалкогольных напитков популяризируют другие абсолютно напитки, и сок практически ушел. Кроме того, вот эта конкурентная борьба привела к тому, что люди уже на полках не выбирают сок, они там, значит, бороли за потребителя, то увеличили упаковку, то уменьшали. И таким образом, в общем, сейчас из-за этого рынок потерял долю очень большую. И, естественно, конечно, и биржевые обороты упали. На фиджевые, естественно, само собой. Естественно, да. Вот и все, вот и все основные причины. Кроме того, вот этот карбиндозимный скандал, который был год назад, когда нашли вот пестицид американцы в экспортируемом соке в бразильском, а потом сказали, что он в допустимой норме. Но потребитель ведь не различает, если ему сказали, что там есть пестицид... Плохо, да. Он не будет подходить вообще к апельсиновому соку. И после этого индустрия шок испытала. Вообще сок не покупали. А он же не разбирает, бразильский он или флоридский. Из каких апельсинов вы отжали? Там сорта валенсии флоридских или все-таки это из Бразилии? А ты пьешь апельсиновый сок? Ну, редко. А свежевыжатый? Свежевыжатый, да, бывает. Вопрос. Максим Долгих. Андрей, добрый день. Скажите, как же простому участнику торговать на рынке товарных опционов, не имея доступ к корпоративным источникам, каким имеете вы? Все, стоп игра или просто остается смотреть ТВ и читать устаревшие новости? Никаких не надо источников, я говорю. Информация спросит предложение, она открыта, есть агентство. Ну, ты просто здесь рассказывал, что у вас там спутники летают, погоду определяют, и люди, естественно, которые нас слушают, думают, ну, послушай, значит, у человека информация, если он так глубоко смотрит, а я не профучастник рынка. То есть ответ один, можно ли по-простому, не имея этой утонченной информации, спокойно торговать, продавая, там, колы и путы? Да, можно, мы этому учим, мы рассказываем, как можно это сделать. Начать! Потом она понадобится тебе по-любому, если ты будешь увеличивать размер средств под управлением, если ты будешь углубляться в это. Но начать можно, достаточно открытой информацией, в отличие от других рынков. Да, ну, в Америке, конечно, гораздо все более честнее. Да, да. Конечно, в России такой отчетности не найдешь в открытом доступе, который есть в Америке. В России ничего вообще не найдешь. Ну, к сожалению. Да, даже квартальные отчеты ничего не значат. А продаете ли вы путы или только колы? Конечно, продаем все, и путы, и колы. Это же товар, это же не акт. Сугубо направление. Да. Да, но, например, если взять 100%, чего больше, колов или путов? Наверное, колов больше все-таки. Ну, так складывается в последние годы. Ну, вообще, практически все трейдеры-то и зарабатывают деньги в основном на падениях, как и вы. Ну, да. А, например, вот такой вопрос, который Ирина задала. Человек сидит дома, как бы, и хочет научиться опционам. С чего начать? Может, какую-то литературу ты посоветуешь, кто есть хороший, например, по-простому, чтобы объяснить, там, когда вы продаете колы, это, значит, вы ожидаете инструмент вниз. Объясню, почему, в принципе, я очень хорошо знаю опционы. Потому что, к сожалению, в Америке, когда ты идешь сдавать на лицензию семерку, 45% всего экзамена, как ни странно, это опционы. Ты должен знать все, календарные спреды, страну, бабочки и все остальное, потому что 45% экзамена, это порядка где-то 120 вопросов как раз по опционам. То же самое, когда на тройку сдаешь, то же самое. Вот новички, приходящие на рынок. Первая литература и дальше. Ну, не у всех есть деньги обучаться, например, за деньги у тебя, но люди хотят. Ну, много сейчас литературы есть. Ну, посоветуй, вот, самое любимое, например, смотри. Есть хорошая книжка, она и по товарным рынкам, там и про опционы, и про все. Лофтона, очень хорошая книжка, как она называется, как торговать фьючерсами, по-моему, или торговлю фьючерсами. Лофтон, и легко найти в интернете. Это автор. Да, забить Лофтон, и все. И там как раз все очень в простой форме, и про товарные рынки, и про хеджирование. И про опционы. И про опционы, все там будет ясно. И человек сразу поймет, чем мы занимаемся, и что это дает. То есть, просто он заходит, читает, что такое опцион. Да. Он должен понять. Ну, видишь, ты в самом начале сказал, что экономическое образование тебе очень помогло. Есть ли у тебя какие-то знакомые, которые без экономического образования, как у тебя, например, ну, хорошо торгуют? Есть, но тяжело людям. И все равно им пришлось его получать. Ну, в процессе. В процессе. Все равно пришлось взять эти же книжки по макроэкономике. Все равно пришлось взять другие книжки, которые просто необходимы им были. Чтобы понять, что происходит. Что происходит там со ставками, с валютой, с курсами, с инфляцией. И как-то отразиться. А вы только с товарно-сырьевые, вы не торгуете ни фьючерсами, вернее, ни опционами на облигации, ни... Мы торгуем еще опционы на валюту, на евро, доллар, так как и на индекс доллара тоже торгуем. Ну, там волатильность в последнее время, на самом деле, там потому же евро, она очень большая. Это связано с тем, что все товары привязаны к доллару, и это определенная часть стратегии. Поэтому мы используем это. А более какие-то сложные стратегии используете? Да, используем дисперсионные стратегии опционные. Это баскет-стратегии, так называемые, корзинные. Вот такие стратегии мы еще используем. Очень просто многие люди в Америке на опционы называют рай для нищих. Такое название, на самом деле, есть. То есть люди, у которых... Ну, это в основном имеется в виду... Акции? Нет, имеется в виду опционы простые. Купили колы, купили путы. Обыкновенные, направленные опционы. Ну, понятно. Ну, у вас, естественно, гораздо все более серьезнее. Ну, вот, например, я общался с многими российскими опционщиками, с тем же Каленковичем. Да, кто действительно хорошо, в принципе, знает рынок. Ну, вот он сказал, что он не торгует на Америке, насколько я знаю. Ну, я имею в виду, не занимается, чем вы. Он сказал, что для российского рынка год и два года были очень тяжелые. Да, я с ним разговаривал. Он говорит, что да, я не торгую на американском рынке, но надо думать об этом. Ну, если у человека действительно такой запас знаний, я думаю, что ему... Если потянуть экономические составляющие, о которых ты говоришь, я думаю, что у него все шансы есть. Ну, да. Но он использует больше алгоритма, насколько я знаю. Но вы все цифры, математика, расчеты вручную? Ну, нет, немножко используем. Насколько человек должен хорошо знать математику? Как ты думаешь, например, от одного до пяти, чтобы действительно удачно заниматься опционной торговлей? До четырех. Пять, три, четыре. Три, четыре. То есть, по сути дела, не надо быть там супер отличником? Нет, не надо. Не надо. Надо, чтобы с логикой было все нормально. Дорогие друзья, у нас передача подошла к завершению. Не будем говорить к концу. Шесть, пять, десять, девять и шесть. У нас был Андрей Кузнецов, очень интересный гость. И Валентина Дрофа. Ребята, огромное вам спасибо. А если вы действительно хотите найти Андрея для того, чтобы пообщаться, может поспрашивать. Вы можете зайти к Вале на портал и найти этого молодого человека. Вам огромное спасибо. Слушайте нас по пандемию. Большое спасибо.